дамы и господа моем здрасте продолжаем прохождение модификации мазок припяти западне вы наверно зададите мне вопрос почему мы загрузились снова начале лаборатории x9 у нас остался один решенный вопрос ребята у нас тут имеется один вот такой вот мега супер пупер ствол который валит даже бюреров на ура я хочу его пробовать на всех обитателях этой лаборатории начиная от тушканчиков бюреров ну и контролеров само собой 1 у нас на очереди сосачи блин 80 патронов у нас здесь стоит так сразу я наверно поставлю пулемет уж мы посмотрим завалит она у вас одного патрона в голову и не завалит этого кровососа остальных я перемачиваю с пулемета все таки что-то мне очкова нафиг так мы все так что-то не особо это не впечатляет варить варить все таки о есть контакт так перебил я сосачей где-то здесь полтора теперь читает куда он бежал а вот он не богу он и полтергейстов тоже принципе валит нормально пойдет пойдем дальше охотиться теперь у нас на ухо очереди бюреры да где гаврики ой ёлки-палк сразу выбили у меня пистолет подвинять а так надо его пока затарить ну и как теперь и гасить интересно мне я того еще пока ничего есть хорошо далековато наверное просто вот ближе подошли о есть один готов ребята бюреров тоже действует валится на ура отлично будем сейчас искать других кого там контролёров снорков всех подряд проверить что надо на тушканчиках ну эти то конечно понятное дело что валится на ура иди сюда же а смотрите как его убило бочкой офигеть остала очередь снорков и контролёров я посмотрим как на этих гавриках работает а а вот есть контакт в принципе если в голову сноркам попадается тоже пойдет объем этих уже тяжелой артиллерии все-таки пока я ничего не может заменить в этой модификации пойдем сейчас контролёров помучаем новым супер оружие где у нас тут 1 и далековато чересчур ладно войдет а вот эту голову мочить то пойдет можно и контриков кстати ухода хивать работает ребята работает ну ладно все наверно на этом дальше у нас там будут кто еще вот эти вот гаврики потом контролёров дофигища будет вот он идет а мы выходим уже с лаборатории ощутились мы ребята уже на локации кордон ну что могу я сказать об этом девайсе наверное разработчику нужно по убийстве не было что ли сделать этот ствол короче конкретный же чтобы конкретно валил контролёров с одного высота вообще всех подряд даже стронглава чтобы пошло зарядить можно было вот это было бы чудо они оружие давайте выходим посмотрим кто нас встречает а ты кто такой макаса в деревне новичков очки на месте убрал и не дергайся понял да это кордон оружие на землю быстро так как тот такой у нас о волк здорово вот так ты кто такой откуда здесь взялся я заместитель командира отряда принимавший участие в операции фарватер майор шевченко откуда я здесь взялся да оттуда из припяти а ты кто такой я волк поддерживаю порядок среди сталкеров деревни новичков значит говорит что-то из припяти что-то верится с трудом не врешь веришь ты или нет меня совсем не волнует сказал из припяти значит из припяти а секретном подземном комплексе лаборатории слышал что то шевченко слышал конечно значит все это правда и подземный путь припять существует майор гони нам свой пда а мы свою очередь проверим твою историю противном случае сам знаешь что будет если будешь упрямиться здесь хоть и новички но с двух метров не промажут и сносит тем башку на 1 слушай волк я предвидел такой ход событий здесь под кордоном расположена большая лаборатория x9 вот в оружейной комнате этой лаборатории держит мой пда со всеми кодами замков дверей ведущих лаборатории подземного комплекса вот от двери x9 у меня в голове так что твои угрозы можешь оставить себе если пристрелите меня то никогда не узнаете подземный путь плеветь понятно подстраховался значит а ты смышленый мужик майор хорошо что ты хочешь за код от замка ты сопроводишь меня волк до блокпоста военных метров за 200 до поста ты мне возвращаешь оружие а я говорю тебе код замка я уйду к своем своим ты сможешь дойти до припяти по подземным переходом каждый получит то что хочет так шевченко твои условия мне понятны но я вижу ты не в курсе какие порядки установлены военными здесь на кордоне ты пока отдохни немного мои товарищи проводят тебя в комнату отдыха но я подумаю над твоим предположением и решу что мы будем с тобой делать дальше ладно думаю сталкер только думай быстрее некогда мне здесь засиживаться комнату отдыха интересно что за комната отдыха такая вот же козлы ослы а я мое смотрите камеру меня плюхнули патроны оставили оружие забрали вот жигады а комбез принципе на мне мышки остались которые мы не использовали ладно так приперся явился не запылился начало привет майор как слушай волк ты еще спрашиваешь как я это называется комната отдыха ты что совсем охранял stalker если бог даст и я останусь и да я доберусь до своих я вернусь сюда stalker и сотру в порошок всю твою деревню вместе с комнатой отдыха не кипятись майор в настоящее время это самое безопасное для тебя место слушай волк да что ты говоришь какого такого перепугу она стала для меня самым безопасным так шевченко теперь послушай меня внимательно твой план полное дерьмо военных на блокпосту ведь есть приказ останавливать и заставлять комендатуру всех тех кто пытался проникнуть зону отчуждения и уничтожать всех тех кто пытается приблизиться блокпосту внутри периметра априори считая что они проникли в зону нелегальным путем если бы я согласился на твой план то ты был бы уже труп и не факт что ты бы сказал мне правильный код замка двери конечно тебя мог спасти радиомаяк встроенных пда и работающий по принципу свой чужой но оставив пда в лаборатории и перехитрив нас и кстати только поэтому ты сейчас жив ты перехитрил и себя при приближении к блокпосту тебя свои же встретят плотным пулеметным огнем насколько ты сейчас чужой для нас stalker настолько же ты сейчас чужой и для своих ты в западне майор ну и что ты предлагаешь волк ты мне говоришь код от замка двери в лабораторию x9 я спущусь лабораторию принесу твой пда естественно мы перекачаем все коды замков дверей на свою флешку после этого мы отойдем тебя к блокпосту и отправим на все четыре стороны согласен слушай волк почему я должен верить тебе где гарантии что после того как я скажу тебе код замка двери твои орлы не пустят меня в расход слушай гарантии нет никаких скажу тебе больше я приговорил с командиром блокпоста по рации есть у меня на него выход так как мой опа не первый день зоне и кое-что кое-какие коммерческие интересы у нас с ним имеются говорю ему мол так и так есть у нас тут один из ваших не желаете забрать так вот никаком никакой операции фарватер командир блокпоста не слышал майора шевченко он не знает поэтому ты ему со своими сказками про подземный путь припять нахрен не сдался повторяю ты западни майор и выход из нее я тебе уже подсказал ладно влог убедил дай слово что если я погибну ты сообщишь за периметр как это произошло даю слово сталкера волка майор ладно буду надеяться что твое слово что-то значит сталкер вот от замка двери ведущий в лабораторию x9 84 365 а теперь проваливай сталкер я хочу побыть один через два дня после сложных переговоров волка с командиром блокпоста сталкеры обменяли меня на три автомата ак-74 ящик патронов к ним родина никогда не забудет о мне правда она о мне не помнится вот такой вот ребята получился финал модификации который оставил наверное немного вопросов вообще непонятно передал ли шевченко ковальскому что он прошел весь подземный путь лаборатории но это ладно что еще могу сказать конечно модификации особенно лаборатории x9 меня порадовала вообще я не любитель конечно хардкора ну вот поиск тайников это мое любимое занятие за это могу поставить пятерочку твердую разработчикам хочу поблагодарить всех разработчиков а также вас зрителей которые поддерживали меня в комментариях на этом что ребята на этом прохождение заканчивается всем спасибо что смотрели меня с вами был я старый сталк а пока ребята всем пока